МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Освобождение капитана Савченко". Могла ли сорваться спецоперация? Эксклюзив из засекреченной комнаты переговоров. Кто следующий? Когда выйдут на волю остальные российские пленники? Тюрьмы на продажу. Кому приглянулась зарешочная земля? ВИП-кортежем закон не писан. Для кого перекрывают столичные дороги? Незапланированные каникулы? Где пропадают депутаты? И при чем тут футбол? Итак, это главные темы программы. В эфире подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Здравствуйте. Главная новость. Надя Савченко на свободе. Всю неделю мы это обсуждаем и очень подробно будем говорить сегодня. Ведь до этого дня оставались неясными очень многие моменты. Вот как именно была организована операция по ее освобождению? Что взамен хотела Россия? И получила ли? Какие условия выдвигал Кремль? Обо всем этом мы узнали из первых уст и от первого лица. Только сейчас президент Украины смог рассказать подробности того, как это все было. Эксклюзивно и откровенно. Помещение, которое сегодня впервые откроют для нас, это знаменитая ситуационная комната в администрации президента Украины. Ее создали специально для Петра Порошенко, потому что в условиях войны, в условиях, когда в Кремле очень хотели бы слышать каждое их сказанное здесь слово, необходима была комната, где первые лица страны могли бы говорить, не опасаясь прослушки. Ситуационная комната – одно из самых защищенных помещений в этом огромном здании на Банковой. Создавали ее, по примеру, американский Situation Room, который находится в Белом доме, так что и с обитателями американской администрации, с Бараком Обамой, с вице-президентом Байденом, Петр Порошенко, теперь тоже разговаривает именно из помещения, которое мы прямо сейчас увидим. И вот сейчас здесь впервые был нарушен строгий порядок, для того, чтобы мы могли прийти пораньше, расположить телевизионную технику. За этим столом 11 мест. Здесь собираются первые лица страны для конфиденциальных переговоров. И вот место президента. По этим телефонам, которые здесь установлены, Петр Порошенко и ведет переговоры с мировыми лидерами, с той же Ангелой Меркель, с теми же участниками нормандской четверки, когда это не личная встреча, а переговоры в телефонном режиме. В последние несколько суток Петру Порошенко приходилось спускаться сюда, в ситуейшн-рум, очень часто. И для телефонных разговоров, и для совещаний с силовиками. Тут, по сути, был штаб по освобождению НАДИ. Силовики, разведчики, дипломаты. Любое слово, вылетевшее за пределы этих стен, могло навредить. Поэтому беседовали только здесь, где прослушка, в принципе, невозможна. Любую информацию и Киев, и Москва договорились держать в строжайшей тайне. До момента, пока шасси авиалайнера не коснется посадочной полосы аэропорта Борисполь. Только сейчас я могу вообще рассказать открыто про все детали этой операции. В ночь с 24 на 25 президент вообще не спал. Порошенко подтверждает нам, он действительно говорил отсюда с лидерами нормандской четверки. О миссии ОБСЕ на Донбассе, о запрете Минжелиса и, конечно же, Аннаде Савченко. Но, вопреки сообщениям в прессе, точка в ее судьбе была поставлена вовсе не в момент этого разговора. Это вопрос было решено немного раньше. А что до того, когда я остаточно поверил, что это уже не отворотно, что это произошло, это сталося, я это поверил, когда оперативный черговый Служба безопасности Украины мне доповел про то, что летак с Надею торкнулся в землю. Только сейчас можно сказать, планов по освобождению за это время было больше четырех десятков. Отрабатывались самые разные сценарии, но не получалось. И даже финальный рейс назначали трижды. 11-е, 22-е, наконец 25-е, но и эта дата до последнего могла сорваться. Из-за жесткого условия Кремля. Нам запропонували, чтобы мы отдали грошников за 48 часов переду и только после 48 часов нам запропонували, чтобы мы могли провести переговоры, присылать летак за надеей. В итоге, просто как в детективах, все должно было происходить синхронно. Российский самолет, прибывший за грушниками, и президентский борт, отправленный за Надей, должны были одновременно, в ту же самую секунду, поднять трап, выйти на рулежку и взлететь. Было четко в конце домовлено, что взлет, и таки, відбувается синхронно наш, з Ростова, их, з одного з аэропортів Киева. И лише після приземлення мы даємо коментарі в пресу. Провокаций и срыва договоренностей опасались до последнего. И лишь когда украинский борт номер один облетел зону конфликта на Донбассе и оказался над Харьковом, вздохнули спокойно. Наконец-то. Вот только что заставило Москву отступить? Неужели, как предполагают в СМИ, Россия выторговала за Савченко уступки от ЕС? Президент это опровергает. Вы же знаете, что в прессе пишут. Пишут, что начебто Россия домогалась, або она даже домоглася, скасывание санкций. Ни надею, ни украиною я не торгую. И торгувати не собираюсь. И мы хотели повернуть надею домой. Мы этого добились. Заканчивая интервью, я не могу не спросить об остальных пленниках. Они так, когда окажутся на свободе? Я далекий от того, чтобы зараз давать будь-якие даты, обещанки, або называть багато призвищем. Можу сказать, что только за предыдущей договоренностью мы должны рассчитывать на повернение до дома Афанасьева и Солошенко. Так что за всех остальных еще предстоит борьба и долгие переговоры из той самой ситуационной комнаты президента Порошенко, побывать в которой мы смогли сегодня впервые. Ну и полностью это интервью с президентом. Смотрите сразу после нашей программы. 15 минут и месседжи, которые, уверен, сразу окажутся в заголовках всех информагентств. Не пропустите. Петр Порошенко сказал о многом. Ну и далее давайте найдем ответ на еще один вопрос. Вот чем дальше будет заниматься сама Надя? На этой неделе ее фамилия уже была и в заголовках новостей. Журналисты идут за ней буквально по пятам. Я не преувеличиваю. У дома дежурят. Сопровождают ее на машине. И это еще Надя не занялась тем, что все от нее ждут политикой. Многие ждут. Кто с надеждой, кто с опаской. Мол, как она впишется во все те схемы, которые уже стали привычными в парламентском зале. Наш корреспондент Лена Зорина как раз о том, что живет Надю в Верховной Раде. Ее ждут десятки телекамер и сотни журналистов. Надежда уже не без обуви, а на каблуках идет в самый большой концертный зал Украины. Какой будет новая страница истории Савченко? Политика, армия, улетчицы депутатский мандат. Она член делегации парламентской ассамблеи Совета Европы. Может стать и чиновницей, к примеру, Министерства обороны. Ну или вернется в окопы, если политика разочарует. Депутатом я ее вижу через полгода. Где-то от двух до пяти месяцев реабилитации. Чиновника может быть и сразу, потому что это не публичная плоскость. Сейчас уже она нужна в другом качестве. Украине, прежде всего. Так, как медийное лицо, как лицо воплощения национального духа. Я думаю, будет такой тур по Европе. Тем более она член парламентской ассамблеи Совета Европы. Савченко, риская непредсказуемо, рассказывает о своем двухлетнем опыте адвокат Марк Фейгин. Савченко очень категоричный человек. То есть она, если кто-то ей не нравится, поверьте, она сразу обкладывается. Вообще я ее всегда призывал к сдержанности. Я всегда говорил, что надо как-то быть дипломатичнее. Без отдыха сразу в бой политический уже во вторник. Надежда Савченко обещает прийти в парламент. Ее рабочее место в первом ряду. Вот табличка. Рядом спикер и трибуна, на которой до сих пор плакат. Волю Надежды Савченко, видимо, снять еще не успели. В парламенте Савченко уже ждут. Ее место не запылилось, хотя сидеть тут никому не разрешали. Надя приняла присягу народного депутата разом и с усима. Власноручно в ней в тюрьме подписана, передана через адвокатов сюда. Ждут Надежду и в Комитете нацбезопасности и обороны Савченко в его составе. В ней есть кабинет рабочий, телевизор, радио, холодильник, сейф. Там работала, насколько мне пригадуется, и сестра. Эксклюзив подробностей недели. Летчица примиряет роль депутата. Люди, зря не делается месте. Я очень близко слежу для того, чтобы не триматься с ними. Мы думаем. Кресла вместо тюремных нар Наде сразу привыкнуть сложно. Слово было, что это не английское чопорное суспільство, и все-таки можно будет снять черевики посидеть. Привыкает к трибуне. А чего она такая высокая, эта трибуна? И президиуму. Ходите, а я могу сейчас там ходить? Учится, как голосовать. Да, утрималась против. Значит, ты натиснула кнопку, и держишь кнопку до того часа, допоки тут не появится такой значок, что ты проголосовала. То есть система у нас такая же тормоз, как и наша верховная армия. И засыпает вопросами. А что там видно? Там видно, как голосуются. А для чего цей динамик? Динамик? Ты слышала, что говоришь? Ооо, ты собі не уявляешь? Тут такий шум, как на вокзале. Это насправді. А что это за такие мониторчики, как начало каву купить в банкомате? Там можно подавиться законопроекту. Там, до речи, есть подзарядки для мобильных телефонов. Летчица впервые показывает свое удостоверение народного депутата. Не подобается, как оно сделано. Но моя фотокарстка мне не подобается, потому что это просто не я. Меня люди признавать не будут. Это фотошоп. Надежда признается, она, жаворонок, будет приходить на работу рано. Мне простейше доехать там в 5 ранку, да, и посидеться где-то тут попрацевать, а не ехать в час пик, когда едут все. Но у меня не очень чем ехать в 5 ранку. Например, я еще не буду ехать там по необходимому маршруту. Метро нужно ждать, да. Мечтает о велосипеде. Но мама Надя говорит, это пока проблема. Украли. Было два велосипеда. В селе там сокирою об дворок вырубали и забрали велосипеды. Старенькая многоэтажка на Троещине. Это один из спальных районов Киева. Именно здесь живет освобожденная летчица и нардеп. Хотя так сразу и не скажешь. В отличие от своих коллег по парламенту, живет скромная, несмотря на повышенное внимание и популярность. Даже охраны у нее нет. У Савченко во дворе уже фан-группа. Каждый, каждый знает. Я хочу ее увидеть, но она не выходит. Условия Савченко никаких селфи с коллегами-депутатами. Я сподіваюся, что депутати не будут так робить, как люди на улице. С тобой сфотографуватися, да, я стану с тобой сфотографуватися. Ну то я кажу, что не буду, но я сказала. Вот в этом я сказала и вся Надя. В ней так мало еще этого депутатского налета. И далее давайте вспомним, как освобождение Нади освещала пресса. Вы наверняка и сами заметили, даже одно это событие. Разные политики, разные медиа по-разному подавали. Такое впечатление было, что у всех своя версия одной и той же объективной реальности. Что было в этот день в новостях? Давайте вспомним. Для украинских СМИ возвращение Нади закономерно. Главная новость. Так в аэропорту еще никого не встречали. Даже Джамалу после победы на Евровиденье. Сотни камер, прямые трансляции. С этого начинаются выпуски новостей. Исторично мыть Надея Савченко в Украине. Главная новость дня, безусловно, долгожданное возвращение в Украину Надежды Савченко. И эмоции, которые просто зашкаливали. В России на телевидении совсем другая картинка. Практически без эмоций. Вот в московске Внуково освобожденных грушников встречают только жены и никого из официальных лиц. Никакой суеты из прессы, допущены только несколько центральных каналов. Александров и Ерофеев спускаются по трапу. Посмотрите, невероятно трогательная встреча. В Кремле Путин и Медведчук встречаются с родственниками погибших журналистов, в убийстве которых обвиняли Савченко. Поскольку ни сама Надя, ни ее адвокат о помиловании не просили, формальным поводом для него и стала просьба родственников погибших журналистов. Я знаю, что более чем два месяца назад, точнее 23 марта, вы встречались с Виктором Владимировичем Медведчуком. И тогда по результатам этой встречи обратились ко мне с просьбой о помиловании Савченко. Хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта. К сожалению, отношения между нашими странами сегодня являются не самыми лучшими. И тот кризис, который возник и продолжается в течение последних двух лет, нуждается в том, чтобы были внесены определенный вклад в восстановление этих отношений. И такая акция, которая имела место сегодня, 25 мая, она является свидетельством того и важным специальным фактором того, что эти отношения могут быть восстановлены. А на Западе картинка отличается и от Киева, и от Москвы. Конечно, возвращение Нади в прямом эфире показывали едва ли не все мировые службы новостей. Вот этот хаос и количество камер здесь говорит о том, что для Украины значит ее освобождение. Прямую трансляцию европейцы вели и из администрации президента, где Савченко давала свою первую пресс-конференцию. Американские СМИ цитируют Байдена, мол, несправедливое заключение Нади Савченко закончилось. Добро пожаловать домой, Надя. Ваша сила является примером для украинского народа и всего мира. Европейские Меркель и Оланда, который подчеркнул, что обязательства об обмене страны приняли на себя накануне, в ходе телефонного разговора в нормандском формате. В западных СМИ происходящему радуются точно так же, как и в украинских. Но гораздо чаще подчеркивают, что спасение Нади это еще не финал, мол, история не закончилась. И освобождение Савченко вполне способно стать новым импульсом для выполнения всего того, что обещано в Минске. Сами видите, СМИ разных стран, даже говоря об одном событии, делали акцент на разном. Именно поэтому для нас в этом эфире было так важно получить информацию из первых рук. Вы видели об операции по спасению Нади. Мы говорили с президентом. Многое он нам сказал, многое не соответствует тому, что говорилось до этого. Далее о судьбе других российских пленников мы поговорим с гостей из Кабмина. Буквально вот с минут на минут подъедет. А пока, пока на связи Вашингтон. Соединенный Штат, страна, которая формально не участвует ни в каких переговорах. Ни в Минске, ни в нормандском формате. Но от позиций, которой зависит очень-очень многое. Наш собственный корреспондент в Вашингтоне. Сейчас с нами на связи Тихон Дятко. Тихон, вечер добрый. Как в Америке комментирует освобождение Савченко? Скажи нам. Ну, освобождение Надежды Савченко это тот случай, когда важен контекст. Савченко оказался в Украине сразу после переговоров нормандской четверки. Ровно перед началом саммита Большой Семерки. С недавних пор Москва там не представлена. Уже третий год подряд после аннексии Крыма Россия не является членом элитного клуба стран. Но, несмотря на все свои воинственные заявления, не прочь бы вернуть себе прежний статус равного. Саммиты Большой Семерки это ведь не просто очередная встреча мировых лидеров. По сути, это встреча, где вырабатываются базовые для мировой политики ответы на вопросы и вызовы. И помилование Савченко ровно накануне саммита многие воспринимают как такой символический знак со стороны Кремля, направленный в первую очередь западной части нормандской четверки. Это, естественно, Германия и Франция. Дескать, мы готовы договариваться, ваши требования, в том числе и освобождение Савченко для нас не пустой звук. Смотрите. Впрочем, для лидеров Большой Семерки, похоже, освобождения одной Савченко недостаточно. Конечно, они приветствовали его, но ждут выполнения Москвой минских соглашений. Кстати, политики еще раз подтвердили другого пути к выходу из конфликта. Помимо этих договоренностей на сегодня нет. И на саммите приняли решение. Пока Россия не выполнит их, санкции будут действовать. Так что теперь следующий шаг, очевидно, за Кремлем. Как отмечают наблюдатели, в главных мировых столицах ждут, что Москва начнет, наконец, выполнять весь свой пакет обязательств. А они по минским соглашениям включают освобождение всех заключенных, не только Надежды Савченко. Если верить политикам, еще несколько украинских пленных могут оказаться на свободе уже в ближайшие недели. Тихон, ну как раз об этом мы прямо сейчас поговорим. Тебе спасибо за включение. Вашингтон был у нас на связи, Тихон Дедко. Итак, Надежда Савченко на свободе. Но как быть с остальными, с теми, кого называют заложниками, с теми, кто сейчас до сих пор в российских тюрьмах, но и отношение к ним соответствующее. Вот давайте прямо сейчас об этом поговорим. Наталья Севастьянова к нам подъехала в студию, первый замминистра юстиции страны. Наталья, вечер добрый. Добрый вечер. Спасибо, что приехали. Знаете, из Минюста нечастые гости вот в этой студии. Так что, тем более, вас приятно видеть. В принципе, мы здесь с вами для того, чтобы поговорить, вот как договаривались, о тюремной реформе, казенным языком говоря, о реформе пенитенциарной системы. Но я не могу вас не спросить. Такая неделя, такое событие, освобождение Нади. Надя здесь. Надя вот уже собирается на работу выходить. В своем кабинете была в Верховной Раде. Как с остальными? Мы очень рады, что, наконец-то, Надежда Савченко освобождена. Это был очень длинный процесс, в который включал в себя юридические и политико-правовые инструменты. Потому что просто применять какие-то правовые механизмы с Россией очень сложно. И на сегодняшний момент только по тем лицам, у которых есть уже приговор суда, мы имеем право, как министерство, инициировать процедуру их передачи, как граждан Украины, для отбывания наказания на нашей территории. Те фамилии, которые на слуху? Афанасьев, Кольченко, Сенцов, по ним эти процедуры уже начаты. Теперь мы ждем от Российской Федерации документов с решениями судов, для того, чтобы в нашем национальном суде адаптировать это решение, и мы готовы их забирать. Просто у России сроки могут растягиваться на месяцы, они у них законодательно жестко не определены. Поэтому они этим пользуются. По надежде мы тоже такую процедуру начали, но, к счастью, политический диалог привел к тому, что произошла процедура помилования, и Надя уже в Украине. Те, кто в крымских тюрьмах находятся, как с ними быть? Вы знаете, на протяжении двух лет мы ведем переговоры с российской стороной, всячески пытаясь забрать наших заключенных. И нас очень удивилось заявление нового омбудсмена Российской Федерации о том, что они готовы передать всех заключенных в Крыму. Могу публично заявить сегодня, что мы сделаем все, чтобы забрать всех и каждого, кто находится там в заключении. А сын Джамилева, я насколько понимаю, там? Да, вы знаете, Хайсер Джамилев тоже отбывал наказание в Крыму, но в процессе наших переговоров по возврату его они отказывались на экстрадицию, хоть он гражданин Украины. И на сегодняшний момент мы знаем, что его переводили в Ростов и дальше по территории России. Но мы будем требовать, чтобы и Хайсер, и все остальные были возвращены на территорию Крыму. Все тот же злосчастный Ростов. Хорошо, чтобы поставить с этим точку последний вопрос. А вот формально, неформально Россия что-то хочет взамен? Для нас это тоже было удивлением, это заявление по поводу возврата заключенных, поскольку официально к нам оно не приходило. И наоборот, два года мы требовали от России вернуть их, и они напрочь отказывались идти на какие-либо консультации с нами. Поэтому сейчас мы будем оперативно реагировать и требовать исполнения обязательств, просто в одностороннем порядке. Мы готовы всех забрать и обеспечить им гораздо более лучшие условия, чем в Российской Федерации. Спасибо за это обещание, спасибо за этот месседж, я надеюсь, что его многие услышат. И давайте тогда к теме, о которой много говорят, много пишут, в том числе и в социальных сетях. Так называемая тюремная реформа, я зрителям просто хочу сказать, что она стартовала в Украине. Прежнюю полувоенную структуру, которая занималась заключенными, ликвидируют. За все будет отвечать Минюст. Ну и вот старые тюрьмы, которые остались даже не от Советского Союза, еще от царского режима осталось. А строились они в основном в центральной части города. Предлагают снести, соорудить на их месте высотки или торговые центры. А на вырученные деньги за пределами городов построят новые тюрьмы. Ну, куда более современные. Стартует все, по-видимому. Ну, по крайней мере, я вот с гостей нашим поговорим, но я только опираюсь на ту информацию, которая есть в прессе. Стартует все, по-видимому, со столицы, с печально знаменитого Лукьяновского СИЗО. Ну, а если, если эксперимент увенчается успехом, то к зарешоченной недвижимости предложат присмотреться инвесторам в Харькове, Львове и Одессе. Вот насколько реальны эти планы, не окажется ли так, что опять потемкинские деревни нам строят? Давайте посмотрим сюжет нашего специального корреспондента Романа Бочкалы. 70 тысяч рабочих рук, бюджет 3 миллиарда, фабрики, магазины, земля и недвижимость. И главное, свой спецназ. Это не крупная корпорация, это пенитенциарная служба. Точнее, была. Теперь над зонами новой смотрящей. Министерство юстиции, которое обещает масштабную реформу. Осужденные в нее мало верят, но ждут. Конечно, хотелось более, чтобы европейское было условие содержания. Сотрудников тюрем ждет большое сокращение. Они снимут погоны и станут госслужащими. Но самое главное, СИЗО вынесут за пределы городов. Один из самых лакомых объектов – Лукьяновское СИЗО. Или, как говорят в народе, дед Лукьян. Высокие стены этого учреждения постоянно сотрясают коррупционные скандалы. Поэтому журналистам здесь не очень рады. В Лукьяновское СИЗО мы попали в тот самый день, когда на сайте Кабинета министров появился указ о расформировании пенитенциарной службы. Кто попадет под нож реформы? Для людей в погонах теперь главный вопрос. Раньше можно было рано выйти на пенсию, своего рода компенсация за ужасные условия работы и нищенские зарплаты. Теперь этого не будет. Это самый старый корпус Лукьяновки. Ему 150 лет. Межувязанный, он называется Катька. При Екатерине строился. Хорошо, что телекамера не передает запах. Долго внутри находиться невозможно. Все сыпается, палается. А что думают сами заключенные? Нам показали только эту, можно сказать, образцовую камеру. Но даже она далека от евроремонта. Это на первый взгляд здесь бедно и уныло. Но на самом деле, говорят правозащитники, за колючей проволокой по всей стране процветает нехилый бизнес. Начиная с мелочи. Хочешь условий получше или телефон, плати. Там очень большая коррупция. И заканчивая делами покруче. Вывозят засудженных в наручниках, и они там работают. На эти же строят будинки, бизнесменам, прокурорам. Будем сказать, чиновникам. И это не оплачивается. И что собираются делать с этим, непонятно. Здесь графиками и чертежами не обойдешься. Выгнать одних и поставить на их же места другие. Я могу сказать, что абсолютно с каждой зоны кормится огромная масса людей. А еще колонии – это сотни предприятий, которые разбросаны по всей стране. У тюремщиков, оказывается, есть даже свои магазины. Вот один из магазинов пенитенциарной службы. К сожалению, он закрыт. Но попробуем позвонить. По телефону продавец рассказал, все сделали осужденные. И пообещал прийти через час. Мы ждать не стали. Мангалы. Вот такая вот замечательная скамейка. Вот и ценник – 3363 гривны. Вот там дальше мусорные баки, контейнеры, урны. Товар на любой вкус. А это уже Запорожье. Оборот, как для небольшого магазинчика, вполне приличный. Две тысячи в день приблизительно, да, плюс-минус. А вот по статистике пенитенциарная служба еле сводит концы с концами. Но главная интрига надвигающейся реформы – кому достанется земля под украинскими СИЗО? Не станет ли это аферой 21 века? Вот тот же Лукьяновский изолятор. Место в центре Киева уже давно обхаживают застройщики. Решение Минюста для них – просто подарок. Показательный пример Одессы. Земля здесь дорогая по определению. Так еще и тюрьма в самом центре. Точнее, их несколько. Мужская колония, женская для подростков. И все рядышком. Лакомый кусок для застройки. Целых 19 гектаров. Рядом и подром, и офисные центры. Честно говоря, не могу представить себе, какой инвестор может потратить деньги на строительство новой тюрьмы и потом еще обеспечить коррупционные интересы. Куда переедет тюрьма – тоже все как в тумане. Сейчас нужно искать удовлетворяющий население участок за городом. Потому что жители Теплодара, куда собирались перенести колонии, они отказались от этого. Впрочем, в самой колонии переезжать не спешат. Бизнес налажен. Здесь и изделия из металла делают, и шьют обувь. Правда, за каждую пару таких шлепок колония получает всего гривну 90. Остальное идет в частной фирме. У нас есть элементы, когда есть заказ, мы его выполняем. За что получаем деньги? Кому деньги, а кому небо в клеточку. Правозащитники получают сотни жалоб отсюда. Когда люди извольняются, очень часто до меня звертаются, что их за межи колонии уже отправили, но их на рахунку лишились деньги. И когда они пришли забирать эти деньги, им сказали, что этих денег нет. Можно говорить о коррупции в любом лимите. Есть такое понятие, как доказательство. Создать возможность двойного учета, согласитесь со мной, уж где-где в зоне, она там золотая просто. Потому что туда, понятно, никакие, так сказать, фискальные органы извне никогда не придут. Нет, ну это... Не могу как бы согласиться с вами. Почему? Потому что бухгалтерия, которая ведется в учреждениях, она абсолютно белая. Мы подсчитали, перенос колонии обойдется в несколько миллиардов гривен. Да и процесс строительства займет годы. А вот то, что тюрьмы подчиняются Министерству юстиции, уже факт. Возможно, ради этого все и затевалось. Роман Бачкала, Сергей Бордюжа, Василий Миновщиков и Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер. С первым замом министра юстиции страны Натальи Севастьяновой, человеком, которым, насколько я понимаю, отвечает за вот эту вот, ну, скажем так, по-простому тюремную реформу, мы и происходящее обсудим. Скажите, а можно, ну вот у нас откровенный разговор, я сразу спрошу то, что зрители подумали. Не обернется так, что вот это планов громадье, вот только ради того, чтобы дорогую землю продать, как-то помочь каким-то инвесторам, но это не закончится ничем полезным для людей? В первую очередь хочу подчеркнуть, что речь не идет о продаже, о которой СМИ вот так вот схватили и пытаются сказать, что мы вначале продаем, закрываем какие-то учреждения. Это неправда. Мы предлагаем инструмент государственного частного партнерства. Как это будет? Есть определенный закон, и это предусматривает, что вначале инвестор приходит и строит за городом на нашей земле пенитенциарной системы новую тюрьму. Мы переводим туда заключенных, акт приема передачи, и только после этого он получает права на снос старого и постройку определенного объекта. Поэтому здесь, наоборот, сложнее ситуация для инвестора, потому что это долгие деньги. Вначале нужно, извините, построить, а потом только получить права. Инвестор украинский, инвестор европейский, о ком вы думаете? Потому что длинные деньги, вы сами об этом сказали. Открытые для Украины и для иностранцев. Проекты сегодня нам предоставляют наши коллеги из Польши, Канады и других проекты своих, тюрем для того, чтобы мы выбрали тот, который будет для нас подходить, например, наибольше по режиму и по количеству мест, для того, чтобы на это не тратить деньги. А вот непосредственно инвестора у нас есть заинтересованные, скажу вам, и из заграницы, и Штаты, и Канада, есть и киевские инвесторы, которые рассматривают такие варианты. Но это мы только говорим о Лукьяновке, которой 150 лет, и, скажу вам честно, отремонтировать ее невозможно. Там такая плесень и такие бактерии, которых биология не знает на сегодняшний день. Поэтому вопрос на сегодняшний день для нас приоритетный, это жизнь и здоровье тех людей, которые еще не имеют решения суда, которые очень, вероятно, невиновны, и могут просидеть 10-12 лет в таких условиях с нашей судебной системой, ожидая решения суда и получить, начиная от туберкулеза и заканчивая другими заболеваниями. Моя первоочередная задача построить новое СИЗО не только в Киеве, а и в других регионах, потому что если по заполненности колонии у нас ситуация более-менее улучшилась, у нас количество заключенных в два раза уменьшилось за последние пять лет. А вот в СИЗО всегда напряженная ситуация. В Одессу вы рассматриваете, как город, где будет этот проект? В Одессе там практически четыре квартала в городе занято пенитенциарными учреждениями. Ну вот вы знаете, в Одессе просто в этих четырех кварталах есть наш корреспондент Роман Бочкала, он снимал как раз вот этот сюжет о возможной продаже, об этом проекте. Ром, выйдь с нами на связь, пожалуйста. Ром, есть ли с нами на связи? Да, вот... Да, добрый вечер, Дима. Явно у тебя вопросы возникли, гости. Да, Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот вопрос переноса учреждения отбывания наказания в Одессе обсуждается уже не первый год на самом деле. Но проблема в том, что вот предлагалось уже несколько вариантов, речь идет о пригородах, но вот в ходе общественных слушаний выяснилось, что вот жители не хотят, жители пригородов во всех микрорайонах, где эти слушания проходили, чтобы вот с ними по соседству была построена тюрьма. Это первая проблема. И вторая, что согласно генплану Одессы, принятому в 2015 году, вот на месте, в нынешнем месте, где сейчас находятся колонии в центре города, там должна появиться школа, детский сад, должен быть разбит парк. И вот, собственно, это не те объекты, которые будут интересны для строительства инвесторам. Не получится ли так, что вот в угоду инвесторам вместо социальной инфраструктуры появится вот некая коммерческая недвижимость? Спасибо, спасибо за вопрос. Ни в коем случае. Приоритет всегда будет для социальных объектов, если местные власти имеют планы на эту территорию, и они готовы взамен построить новые учреждения, соответственно. Но вы же понимаете, что это нереально. Ну, а другого варианта нет. Там находятся тысячи людей, которые отбывают наказание. И эта земля принадлежит службе на сегодняшний момент, в большинстве своем по Украине. Я вас правильно услышал, что это не земля города, которая может разряжаться? В большинстве городов нет. Поэтому здесь и стоит вопрос, что если это местная власть или кто-либо другой для нас не принципиально готовы построить новые учреждения взамен старого, мы только за. Мы бы с удовольствием взяли и нашли прямые инвестиции, чтобы просто построить новую колонию и отдать старую городу. Но сегодня очень сложная ситуация с бюджетом, как вы знаете. И, конечно, приоритет должен быть направлен на зарплаты и пенсии людям, которые нуждаются. А реформу тюрьмы мы будем делать за наши собственные ресурсы и за те деньги, которые сможем привлечь от иностранных и национальных инвесторов. О каких деньгах идет речь? Каковы суммы? Вы знаете, все зависит от количества мест, которые будут находиться. Калькулировали разные варианты от 6 до 12 миллионов долларов. То есть есть разные опции. Будем смотреть по тому, какие будут у нас предложения. Естественно, мы в этом вопросе открыты для предложений. Как вы намерены бороться с коррупцией в этой системе, когда не секрет, что сейчас за решетку передают все, что угодно. Айфоны передают и наркотики. Ну, давайте не будем скрывать. Основная коррупция, скажу вам, даже не вот эта бытовая на телефоне или передачке. Основная коррупция на госпредприятиях в тюрьме, которых 100 сегодня. Пократически в каждой колонии. Это железо, дерево, швейная промышленность, 40 тысяч гектаров, сельскохозяйственной земли, коровы, козы и так далее. На сегодня ими управляет замначальника колонии, который иногда вообще не представляет, что делать с этой отраслью. Поэтому он просто как бы зарабатывает себе в карман. Ну, будем откровенно говорить. Мы предлагаем объединить эти предприятия в независимый холдинг, сделать борт правления в Киеве, который прозрачно выберем на конкурсе. И эти контракты будут обеспечиваться по всей стране. Это и осужденных смотивирует работать. Только 17% осужденных сегодня работают. Они не мотивированы, они очень мало получают и не видят цели. Так мы сможем учить их новой профессии. Они смогут потом в перспективе работать на этом предприятии, когда выйдут из колонии или в этой отрасли, например. Нам нужно, в принципе, уже заканчивать. Есть еще одна очень важная тема по поводу частных тюрем. Наши европейские корреспонденты вот как раз с этим опытом разобрались. Частные тюрьмы, которые есть в Европе, вот как это выглядит. Частные тюрьмы в Европе – это тренд. Здесь, в Великобритании, в них отбывает наказание каждой шестой, угодившей за решетку. Иногда это могут быть старые казематы, которые передали в частные руки, а иногда абсолютно новые специально построенные здания. Количество которых постоянно растет, потому что так дешевле. Бизнес умеет экономить. В такой тюрьме денег на одного заключенного тратят, представьте, на треть меньше, чем в государственной. Вот пример Бельгии, в госказне которой пусто, а преступников помещать некуда. Здесь наняли фирму, та построила частную тюрьму, а страна при этом возвращает инвесторам деньги в рассрочку. Нам надо было срочно создавать новые места в тюрьмах за очень короткий период. На строительство отводилось только полтора года, да и персонала для этого достаточно не было. Инвесторы заинтересовались таким проектом, даже объявили конкурс. У нас появился выбор, ведь надо было убедиться в том, что подрядчик надежный, имеет опыт в проектировании и строительстве тюрем. Но достаточно хорошо ли бизнесмены выполняют свои обязанности? На практике оказалось не слишком. Чтобы разобраться, что творится за колючей проволокой, журналисты работали под прикрытием и узнали, что надсмотрщики из частных компаний часто жестоко обращаются с заключенными. Наркотики в застенках можно достать легче, чем мыло. Бывали случаи, когда во время бунтов охрана не справлялась и просто закрывала людей в камерах на несколько дней. Тогда приходилось менять надзирателей на более опытных государственных. И так много людей в тюрьмах, и чиновники заявляют, что хотят снизить эти показатели. В то же время растет количество частных тюрем, которым выгодно, чтобы поток заключенных не иссякал, так как на них делают деньги. И это действительно настораживающая ситуация, которая показывает, что нет перспективы, желания и ума в пенитенциарной политике. Вы только посмотрите, вот что они строят, почти трехзвездочный отель. Камеры с индивидуальным душем и санузлом. В каждой компьютер с внутренней сетью, где заключенный может записаться на спортивное занятие или на просмотры фильмов. Не мудрено, что многим бездомным, безработным или наркозависимым лучше посидеть в таких тепличных условиях, чем в холодной подворотне. Так что и не скажешь даже, множатся частные тюрьмы, потому что преступников девать некуда или наоборот, преступники не против нарушить закон, чтобы попасть в комфортную камеру. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности недели Европейское бюро телеканала Интер. Наталья, ну а частные тюрьмы в Украине они появятся? На сегодняшний день наша концепция не предусматривает появление частных тюрьм. Мы пока просто приглашаем инвестора для постройки. Ну, было бы логично. Пришел бы инвестор, построил бы, может быть, он захотел бы и эксплуатировать тюрьму. Тут есть вопрос, связанный с обеспечением прав человека и обязательством государства за этим следить. Поэтому баланс нужно сохранять. Ну, вот вы знаете, моя точка зрения. Не стоит закрывать этот вопрос однозначно. Поскольку и депутаты в парламентском комитете говорили об этом с энтузиазмом и о том, что они знают и есть возможности построить тюрьмы такие частные. Ну, например, только для экономических преступлений. Для того, чтобы лица, которые не опасны для общества, могли в нормальных условиях. И очень быстро мы можем это сделать. Поэтому, если будет воля законодателя, который такие нормы нам создаст, мы, конечно, будем рассматривать их как вариант для улучшения условий отбывания наказания. То есть, по идее, эти новые тюрьмы, новые СИЗО, которые будут строиться за городом, когда этот проект заработает, в принципе, они и могут быть частными? Вы знаете, нет. СИЗО – это отдельная сфера. Здесь я бы не говорила о частных СИЗО. То есть здесь монополия государства? Конечно, здесь должна сохраняться монополия. Я бы только отделила определенные категории преступлений по Уголовному кодексу, по которым отбывание может быть предусмотрено в частной тюрьме. Да, и социально не опасные, и так далее, и так далее. Ну, это как теория, поскольку на сегодняшний день не могу сказать, что Совет Европы однозначно за такую идею. Поэтому нужно говорить, нужно консультироваться. Спасибо за разговор. Спасибо вам. Всего доброго. Наталья Севастьянова, первый замминистра юстиции страны. Ну и говорили мы о тюремной реформе, о том, что сегодня у всех на устах. О возможных частных тюрьмах, ну или, по крайней мере, о новых тюрьмах, которые должны появиться. И любые реформы, даже такие спорные, как тюремные, не могут пройти мимо парламента. За каждую реформу, за каждое решение там нужно собрать минимум 226 голосов. А в зале, ну вы сами видите, когда телевизор включаете, даже не всегда сотни депутатов есть. Представьте только, что будет летом, до которого всего несколько дней осталось. Тем более, что очень скоро во Франции начнется чемпионат Европы по футболу, и тогда уже шутят. Депутатам нужно будет разрешить голосовать дистанционно. Явно же все вместо заседаний во Францию полетят. Что должны успеть депутаты за месяц до парламентских каникул? И что могут успеть наш парламентский корреспондент Катя Лысенко об этом? Этот парламент так долго штормила, но теперь здесь полный штиль. Ни заседаний, ни официальных встреч, парковки пусты, из окон высоких кабинетов, разве что иногда кто-то из помощников выглянет. Депутаты вроде как в округах, по крайней мере, если верить календарному расписанию. В новых блокнотах не только эта неделя, но и многие последующие уже распланированы. Командировки, личные дела и деловые встречи, брифинги, пресс-конференции, а еще отпуска. Кто-кто, а наши политики в попыхах вещи не пакуют, как никак не в Карпаты на отдых летают. Пленарных недель у них осталось всего четыре, а значит, на следующие попытаются хоть что-то проголосовать. Даже идя на каникулы, мы должны идти к своим выборцам и что-то рассказывать, чем же ты занимался. Единственная встреча этой недели, да и то закрытая, согласительный совет. Повестку дня заполняли, и каждый на своем настаивал. Стоит питание про судовую реформу, это одна из вимог нашей европейской интеграции. Мы говорим, покажите нам четкие изменения в закон о садоустрии, статусу судей, который позволит без изменения Конституции уже поменять систему, а не менять шило на мыло или, меняя название судов, переназначать тех же самых людей. У кого-то медицина в приоритете. Надо положить конец уже этой сертификации, которая уже затянут процесс, что мы не можем получить те лекарства, которые во всем мире уже утверждены. Для самопомощи закон о выборах – больная тема. Есть желание, есть реалии. Желание, конечно, это все-таки выборчий закон, чтобы мы его встегли в первом учетении рассмотреть до каникул. В идеале, конечно, это вообще принять новую выборчую систему. Каждый настаивает на своем, но в итоге, в плане будущей недели, все равно окажется не то, что горит первоочередное, а то, под что смогут хоть как-то голоса собрать. Я абсолютно не погоджуюсь с тем самым Андреем Парубием, который говорит, что я буду вносить в зал лишь те законопроекты, которые потенциально будут иметь 226 голосов. Прошу голосовать. Важный законопроект. Как он это выясняет, я не знаю, но в нижнем парламенте света такого нет. Будь ласка, внесли закон про подвищение социальных стандартов. Вы против этого? Не голосуйте. Повестка дня, 132 законопроекта, львиная доля из которых, это опять политические декларации, ратификации, какие-то законы, которые ничего общества с реальным нуждами людей не имеют. Если спросить у человека, что ему важнее, переименование улицы или то, что в селе у него молоко скупают, начиная от 2,40 в Луганской области и 2,80 в Житомирской, то, что они мне лично рассказывали. Им важнее, чтобы за молоко им платили больше денег, поскольку это их жизнь. Депутаты вроде бы и на уступки друг к другу идут. Соглашаются внести вопросы коллег в повестку дня. При этом и сами понимая, что результат вряд ли будет виден на табло. Не проголосуют. Командный дух тут разве что по поводу футбола. И когда в новостях показывают, как депутаты в Айпаде уткнулись, не очень-то и верится, что это они законно изучают. Скорее расписание матчей. Ведь уже в июне Еврочемпионат и не где-либо, а во Франции. И по матчам украинской сборной можно будет сразу понять, где сейчас искать нардеба. Я не знаю, полетит ли кто-либо за государственный счет. Но, как известно, некоторые чиновники, вроде руководства, вообще от банка, как вы видите, пышный летал на футбол, может быть, попытаются опять что-нибудь дернуть из бюджета. Так что за футбольным табло народные избранники уже совсем скоро будут следить куда тщательнее, чем за парламентским. У них столько дел и планов. И о стране не забыть, и за футбол поболеть. Одна беда. В депутатских рабочих ежедневниках на реформы места может не хватить. Но время на реформы точно есть в ежедневнике у человека, где дни недели по-польски подписаны. У Лешика Бальцировича, еще одного иностранного советника украинской власти. Вот удалось ли ему найти общий язык с нашими политиками? Ведь у прошлых иностранцев не всегда получалось. Смотрите. Лешик Бальцирович, отец польских реформ. Теперь он может стать крестным реформ украинских. Поляку, поговаривают, предлагали даже идти у премьера. Отказался. В Украине предпочитают оставаться на вторых ролях. Это ответственность политиков, лидеров Украины. Президента, конечно, премьер-министра, прецедера парламента. Чтобы это изменилось, чтобы была поддержка. Никакие советники не в состоянии решать проблемы, которые должны и могут быть решены лидерами нации. Хорошая демократия нуждается в дисциплине. Совет от Бальцировича. То, что увидел в украинском парламенте, описывает так. Ну, это особая демократия. Она демократия. План Бальцировича – шоковая терапия. В начале 90-х в Польше именно он инициировал закрытие шахт, агрессивную приватизацию, деньги сначала в экономику и только потом на социалку. Непопулярно, но это и вывело Польшу из бедности. Мы в Польше сделали радикальные реформы с самого начала. Это был 1990-1991 год. Нас освободили экономику в рамках правового государства. Сделали радикальную и не монополизацию. Мы сократили инфляцию, потому что у нас была гиперинфляция. То же самое время, в четыре первых лет на Украине гиперинфляция росла. Были только малые реформы. Теперь надо ускорять. Польские рецепты Бальцировича иногда сравнивают с непопулярными реформами британского премьера Маргарет Тэтчер или американского президента Рональда Рейгана. А что он теперь советует украинской власти? Если посмотреть на то, что советуют Международный фонд, Мировой банк, Европейское сообщество, они показывают на те же самые нужные для Украины реформы сделать перестройку государства. Чтобы там было меньше препятствий для честного предпринимательства. Надо укрепить стабилизацию от бюджета, потому что она является самым из важных предпосылок экономического роста, который на часто. Он недлинный. Но он в состоянии ускориться. Важные изменения всегда риск, говорит Бальцирович. Но как долго рисковать? Вот в чем вопрос. Когда перестанут говорить о реформах, а начнут их делать? И когда мы почувствуем их результат? Но через 25 лет. Если не будет реформ, тогда не будет никакого ухудшения. Будет только ухудшение. Надо ускорбить внедрение, чтобы не было так, что есть много деклараций, много законов. Но они не играют с достаточным темпом. И мы тоже хотим помочь в этом. Бальцирович человек, который умеет говорить Западом. Но сможет ли он стать для украинцев своим? И не боится ли, что к нему будут относиться? Как к очередному иностранцу, на которых возлагали огромные надежды. Помните, прошлое правительство. А теперь столь же велико и разочарование. Я не знаю, почему всегда люди спрашивают, чего я бояться. Я боюсь, прежде всего, что наш сосед, Украина, не будет делать реформ. Потому мне не важно, что люди будут говорить. Я хотел бы помочь группам экспертов в том, чтобы Украина была успешной. Это после Польши, которая оказалась успешной, это самая главная, вторая моя миссия. В его фейсбуке можно увидеть трогательное фото. Вот он с фанатом Че Гевары. А вот Бальцирович на площади Бальцировича в Жешве. Как изменилась его жизнь за месяц, который он посвятил Украине. А вовсе не США, где раньше работал. Из-за этого я меньше летаю в Соединенные Штаты, больше в Украину. Это мне нравится. Привемся на этом на короткую рекламу. Вернемся через 9 минут и вот о чем поговорим. Биб-кортежем закон не писан. Для кого перекрывают столичные дороги? Бизнес на стариках. Подробности сегодняшней киевской трагедии. Простят ли боевиков? Почему сепаратисты сбегают из псевдореспублик? ВИП-кортежем закон не писан. Для кого перекрывают столичные дороги? Выпускной на передовой. Куда деться выпускникам при фронтовых швов? Простят ли боевиков? Почему сепаратисты сбегают из псевдореспублик? Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Мы возвращаемся в прямой эфир. Ну и начнем, начнем с политики. Минувшие 7 дней. Просто неделя съездов. Верный признак того, что выборы скоро. Чуть больше, чем через полтора месяца. 17 июля пройдут до выборы. По семи округам, которые освободились после назначения нового правительства. Помните, депутаты тогда стали министрами. Так вот, эти места в парламенте политики хотят заполнить. Свои съезды уже провели. И укроп, и самопомощь они и накануне, и сегодня заседали. И оппозиционный блок. У этой партии довольно серьезные амбиции. Подкрепленные социологией. В приоритете Донбасс. И вот сейчас на съезде, говорят, задали тренд к объединению. Сопредседатели появились в том числе. И вот, что говорили сами оппозиционеры. Коалиция войны, неудач и провалов должна уйти. Они должны освободить место для людей, которые знают и любят нашу страну. Необходимо перезагрузить власть и провести перевыборы парламента. Должно быть сформировано правительство народного доверия. Пытание мира – это фактически формование новой краины. Но, конечно, начинать нужно с того, от чего зависит этот миротворческий процесс. Минские договоренности. Надо остановить войну. Когда ко мне приезжают иностранцы на завод, они ходят сегодня по Херсону и ищут людей с автоматами в городе. Потому что за рубежом показывают о том, что у нас идет война. И пока мы войну не прекратим, говорить о росте экономики не приходится. Борис Колесников на этом съезде и зван с сопредседателем партии. Но вот у нас прямо сейчас есть возможность с ним поговорить. Он подъехал в студию. Да, вечер добрый. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Мы можем называть цифры. Мы можем садить за один стол все слои общества и добиться успеха. То есть вы не имеете в виду политиков объединить, которые в оппозиционной нише? Нет. Те политики, которые хотят бороться за независимость и будущее Украины, и мы об этом говорили на съезде, эти слова Маргарет Тэтчер бессмертны. Если нет экономической свободы, нет вообще свободы никакой. Мир не обманешь. Нет экономики, нет социально ощутимого результата. Украина экспортно ориентируемая страна. Поэтому наш успех всех украинцев зависит от того, насколько украинские товары и услуги потребляются в мире. Есть ли для этого какие-то четкие шаги, которые вы выработали или намерены сформулировать? И какие-нибудь четкие маяки, условно говоря, рост экономики, какие-то законопроекты, которые вы будете наставить, чтобы они были приняты в Раде? Без экономического роста никакие социальные достижения невозможны вообще. Что нужно для экономического роста? Инвестиции. Чем больше будут инвестиций в промышленное и сельское хозяйство, в транспорт и другие услуги, в информационные технологии, тем понятнее будет социально ощутимый результат. Что для этого нужно? Верховенство права и конкурентное налогообложение. Это основа для всего мира. Ну, все равно, что вам будет нужна поддержка, голоса. С одной стороны, Рада практически не работает. Вы сами видите, они не могут периодически просто даже на заседание собраться. С другой стороны, те, зачастую здравые вещи, которые предлагала оппозиция до этого, за них же не голосовали. Как с этим быть? Как это поломать? У президента страны один выход. Предложить новую конституцию, которая изменит политическую систему. Мы можем дать свой вариант, который мы будем выносить на всенародное обсуждение. И смысл конституции не в том, что сейчас депутатов 450, а их должно стать 150. Должна быть верхняя палата, которая представляет регионы. Суть конституции закрепить нас по-настоящему децентрализацию. То есть власть из центра политического перенести в области города-районы. Так живет весь мир. Я слышал вас, но просто вот глядя на украинскую политику, вот отсюда из студии, наблюдая за новостями, разговаривая с гостями, которые сюда приходят, я вижу, что в любом случае есть вот этот кирпичик, эта Рада, которая не способна принимать серьезные решения. Та же децентрализация, вы ее упомянули. Но до сих пор проект, о котором столько говорили, который для Гройсмана лично был настолько важен, все равно он не проголосован. Как тогда с новой конституцией быть? Здесь, ну раз вы так образно говорите, то из кирпичика, если не получается, надо делать щебенку. И чем быстрее, тем лучше. Нужна новая политическая система, где центры власти находятся внизу. Село, район, город, область. У центра должно остаться 4 основных функции. Это оборона, где участвуют все абсолютно регионы. Это безопасность, национальная и муниципальная криминальная полиция. И Министерство иностранных дел, то есть внешняя политика. То есть есть функции, которые присущи политическому центру. И все регионы, и центр должен понимать, что это регионы заработали деньги и дали центру для выполнения полномочий. Я говорил Виталию Кличко, лично, еще в парламенте, когда он только собирался стать мэром Киева, что смотри, как будет. Тебя изберут, ты будешь сидеть в приемной у Арсения Петровича до бесконечности и выпрашивать деньги, которые Киев и так заработал. Вот вам пример того, как... Так случилось? Это случилось. И Виталий стал мэром, и в приемной университете он сидел. Случилось. И без особого результата. А вы оставьте Киеву 100% водоходного налога, НДФЛ. И Киев ничего просить не будет у центра. Петя Ильич, ну я вот обязан вас спросить. Смотрите, вы говорите правильные вещи, но эти же правильные вещи, в том числе там децентрализация, какие-то базовые принципы верховенства права, и говорят и представители партии власти. Чем ваша риторика, чем ваши планы отличаются от того, что сейчас декларируется? Ну у нас, в отличие как у оппозиции, у нас нет возможности сегодня эти планы осуществить. А когда власть говорит о децентрализации и ничего при этом не делает, это уже лукавство называется. Я не сомневаюсь, что мы соберем все конструктивные силы. Я не сомневаюсь, что мы добьемся успеха, и мы обязательно сделаем полную децентрализацию. Спасибо за разговор, будем ставить на этом точку. Борис Колесников был у нас в студии. Напомню, человек, который на этой неделе на съезде оппозиционного блока избран сопредседателем партии. Это неделя, неделя школьных выпускных по всей стране, в том числе и там, где продолжается война. Больше 8 тысяч детей на подконтрольной части Донбасса заканчивают школу в этом году. Они и учились-то в сложных условиях, а теперь вот даже выпускные перенесли. Пришлось продлить учебу из-за постоянных обстрелов. Об их судьбе в репортаже из Серой зоны. Выпускной вальс на фоне заграждений из мешков. Контраст ужасней не придумаешь, но для школы в селе Гранитно, недалеко от Мариуполя, это обычная история. Здесь, практически на линии фронта, второй год, выпускные экзамены проходят под канонаду и автоматные очереди. Последние звонки по всей Украине уже отгремели, а в Гранитном 11-классники только репетируют. Из-за обстрелов занятия продлили на неделю. Музыка заглушает стрелкотню пулеметов, но на это давно уже никто не обращает внимания. Привыкли. Передавая от школы всего в километре. Из окон кабинетов линия фронта как на ладони. Директор переживает, что боевики могут сорвать последний звонок. Сегодня бухало, а рік тому не было скла тут у меня. И еще в 63 векнах не было скла. Все поставили, все сделали. Выпускников в этом году немного. Два класса, по шесть учеников в каждом. Некоторые уже даже определились со своим будущим. Половина жителей давно эвакуировалась, но в школу ходят дети с той стороны линии фронта. С территории, которую сейчас не контролирует Украина. Их директор просит не снимать ради безопасности. Здесь на линии фронта очень тонка грань между политикой и учебой. Главное не навредить, это точно. И одна ученица, отримая аттестат украинской школы, наш, державный аттестат, и свои майбутния повязывают. Все детки, которые ходят в территории, за майбутнием Украины. Правда, последний звонок при фронтовой зоне прозвучит далеко не во всех школах. Это прямая дорога с Мариуполя на Павлополь. Чуть меньше года назад именно в этом месте проходила линия фронта. Сам Павлополь находился в так называемой серой зоне. Туда не ходил общественный транспорт, не привозили пенсии, зарплаты. А после того, как боевики подорвали единственную переправу, сообщение поселка с подконтрольной Украины территории вовсе прекратилось. Но, несмотря на такие условия, местная павлопольская школа продолжала работать. Но сейчас ее закрыли. После попадания снаряда денег на ремонт не нашлось. Хотя передовая уже переместилась далеко за Павлополь. Понемногу здесь восстанавливается мирная жизнь. Но вот учиться детям негде. И похоже, когда откроется школа, местной власти мало волнует. На территории школы теперь расположились пограничники. Это от снаряда, от осколка. Маленькая Даша показывает следы от осколка в воротах. Ее дом буквально через дорогу от школы. Теперь Даше придется ездить учиться за несколько километров в соседнюю Толоковку или Мариуполь. Детей, говорит мама, возить туда сложно, но украинский аттестат важнее. Первые начальные классы у нас были в садике. Но откроют его или не откроют, неизвестно. На ту сторону. На ту? Учиться, да. На ДНРовскую? Да. Все в Мариуполь. Все в Мариуполь? Да. Что делать дальше? Вопрос, который стоит перед выпускниками всегда. Но что делать тем, кто учится на оккупированных территориях? Где аттестаты и табели, просто бумажки, выданные незаконной властью? Дети приезжают на подконтрольную территорию. И тем не менее, в украинских вузах в этом году ожидают поступления нескольких тысяч детей с оккупированных территорий, как это было и в прошлом году. Станислав Кухачук. Станислав Кухачук, Анна Деденко, Вадим Ревун, Николай Терещенко. Подробности недели в телеканал Интер. Ну и еще о том, что происходит в так называемой серой зоне. Сегодня люди решают вернуться домой, на подконтрольную Украине территорию Донбасса. Точнее, решаются. Все бы ничего, но вы скажете, сколько таких историй? Если бы не одно «но». Эти люди были боевиками. Можно ли их простить? Руслан Смещук разбирался в этом. Вот такие билборды сейчас установлены в большинстве крупных городов и поселков зоны АТО, а также вдоль линии сопряжения. На них людям, которые состояли или состоят в незаконных вооруженных формированиях, проще говоря, выступили с оружием в руках за так называемый ЛДНР, предлагают прийти с повинной, сотрудничать со следствием и в зависимости от содеянного получить условный срок или вообще освобождение от уголовной ответственности. У каждого вроде и своя история, но они так похожи одна на другую. У людей, которые перешли линию фронта. Я оттуда ушел. Оттуда это из бандитских группировок, которые расплодились по Донбассу. Нет, боевые диски не принимал, на блокпостах стоял. Контроль, досмотр там, кто куда, зачем. Алексей из «Призрака», одного из самых жестоких отрядов в Луганской области. Вот этого ерунды не должно было быть. Мы рассказывали, что мы договоримся, начали гатить. Думаю, не даром не надо. Сначала дезертировал, потом почти два года в страхе, постоянно прячась. Боясь, что в любой момент его семью арестуют украинские силовики. Так боевики промывают мозги каждому по ту сторону фронта. Чего вы боялись? Чтобы проблем не было таких, чтобы мама не горюет. То есть ареста, да? Да, арест, понятно. А виноват, отвечай. Чтобы семью туда, чтобы страшно было за семьей. Алексей решился неделю назад. Пришел в СБУ с повинной. Продолжается следствие. А все ли так, как он рассказывает? Программа СБУ «Вернись домой» – своего рода амнистия. Для тех, у кого на руках нет крови. Если есть, бывшие боевики могут рассчитывать на смягчение приговора. Андрей сейчас проходит все проверки. Я досматривал на блокпосту машины. Молчевский охранял раненых или патрулировал город. Говорит, воевал за идею. За идею, которая оказалась обманом. Постоянно взводный. Приходит бешеный, выпивший. На всех зло срывает свое. Ну, меня побил сильно. Я денег спросил. Меня побили, ногу сломали. Ну, приклад чуть не поломал. Мне жена говорила, уходи оттуда. Там делать нехрен. Андрей умалчивает о своих товарищах, расстрелянных за пьянство. После этого он бежал. О походах, повоевать, его жене вспоминать сложно. Я категорически была против совершенно. Дела Александра уже в суде. Приехали люди в военной форме. Начали чилить беспорядки. Были, такие же держали в яме. Приехали, вывезли, не знаю, где. Потом были две недели в отряде боевиков в Донецке. Это же там состояние пьянки. Это все. Но мне не понравилось. Дошло до командира, что я буду уходить. И, боже, пришел, он и побыл. Поиздевался надо мной. И мне на утро пришлось кинуть. История, как под копирку дезертирует, пересекает линию фронта и возвращается домой. Вовремя судья ухвалила. Слава Станиславовича. Звение перед криминальной предальности. Аж положительно. И хочу поблагодарить программу СБУ, на тебя ждет дома. Нехай те, кто там находится, на той стороне не боятся, а едут, обращаются в службу безопасности Украины. Иногда силовикам приходится проводить целые спецоперации. Чтобы вернуть этого человека к нормальной жизни, пришлось прокладывать коридор через линию фронта. Игорь через связного заявил в СБУ. Хочет вернуться. Позвонил, они узнали номер. Мне перезвонили. Сказали, есть желание, есть желание. И все. Девушка на бок по сту встретила и привезла. Игорь очень осторожен. Почему вернулся, говорит, туманно. Тем не менее, по данным СБУ, на его руках крови нет. Сотрудники СБУ говорят, многие из боевиков хотели бы вернуться к мирной жизни. Но боятся, что арестуют. Добровольно явились правоохранительные органы. Они заявили о своем участии в НЗФ, о своем выходе оттуда. Соглашаются содействовать следствию. Могут рассчитывать на предусмотренное законодательством Украины освобождение от уголовной ответственности, либо ее смягчение. Главное, переступить через свой страх. Это смогли сделать уже 100 человек. Руслан Смещук, Сергей Дубинин, Александр Данилов и Анатолий Воробей. Подробности недели. Телеканал Интер. Кортежи возвращаются. Помните этот символ прошлой власти, когда автомобили чиновников передвигались по городу исключительно в колоннах с охраной, мигалками, спецсигналами, сгоняя с дороги нас простых смертных. Ну, это мы хозяева жизни. Вы тут кто? Сдайте к обочине. Казалось бы, казалось бы, все это в прошлом. Но, на удивление, VIP-кортежем закон не писан. С ветерком и спецсигналами теперь ездят новые люди. За чей комфорт мы с вами платим из своих налогов? Узнаете прямо сейчас. Мода на кортежи возвращается. С ветерком и спецсигналами. VIP-кортежем закон не писан. А ведь обещали, после революции достоинства на дорогах будут все равны. Утро в Новых Петровцах начинается почти всегда по одному сценарию. На дороге появляется черный минивэн. Затем автоматчики. Дорогу перекрывают. И если вы случайно оказались в это же время в этом же месте, как водитель джипа, пару неприятных минут обеспечены. Отгонят в сторону. Автомат – сильный аргумент. Пять машин сопровождения и автоматчики. Это едет по делам бывший премьер Арсений Яценюк. Он обкатывает маршрут Януковича по трассе с Новых Петровцев его же методами. Вот так когда-то ездил Виктор Федорович. А ведь обещал же Арсений Петрович. Я надеюсь, что это последний сюжет, который я увидел по засобам массовой информации про пересувание с кортежами. Так Яценюк два года назад отреагировал на лихачество министра МВД Авакова. Сюжет уже с лихачествами Яценюка еще в премьерском статусе показали многие телеканалы. Но и с приставкой «Экс» Арсений Петрович тоже считает себя королем дороги. Охрана бывшего премьера нас отсекла. Кортеж умчался на скорости, когда догнать его, не нарушая правил дорожного движения, уже невозможно. Имеет ли право экс-премьер на такие привилегии на дороге? На наш запрос Государственная служба охраны не ответила. Кирилл Куликов, который хорошо ориентируется в законах, говорит. Нарушение закона, то есть кортежи у нас запрещены. Есть три официальных лица, которые имеют право на сопровождение. Это президент, спикер и сопровождение машины может быть у генерального прокурора. Насколько я понимаю, который от этого отказался. Вообще очень интересная ситуация. Если Арсений Петрович оплачивает из своего кармана свою охрану, то никаких претензий к нему быть не может. Но если за это платит обычный налогоплательщик, то очень интересно, куда делись любимые вопли Арсения Петровича об экономии. О том, что пенсионерам нужно ужаться. Наверное, кто-то скажет, у нас же война. Но вот как передвигается министр внутренних дел тоже воюющей страны, Израиля. Его машина где-то в этом потоке. А вот так ездит премьер-министр Великобритании. Машины сопровождения, только если опаздывает королеве. Это такой, я бы сказал, уровень пунктов. У вас должен быть С-класс, у вас должен быть несколько позашляховиков охраны. Ну и, конечно, должны быть кремезные охраны с кулеметами, автоматами, пистолетами. Такая традиция у нас. Традиции дело крепкое. Вот здание правительства. Министры съезжаются на заседание к премьеру. Светофор перестает работать. На перекресток выходит регулировщик. Сергей, который по соседству с Кабмином варит кофе, эту картину наблюдает чуть ли не каждый день. Как правило, они становятся на нескольких перекрестках. И выключаются светофоры в первую очередь. И выходит регулировщик и начинает нам разруливать. Заметьте, ожидают даже не премьера, а просто министров. Только мы достали камеру, к нам сразу же подходит охрана. Мы должны убрать камеру в момент проезда кортежа. Я правильно понимаю? Да, да, да. А на каких основаниях? Законно-производительного пророжа. Едем дальше по правительственному кварталу. Пробка. Но даже в таком экстриме на дорогах перекрывают движение. Другая точка правительственного квартала. Регулировщики появляются из-за угла. Чатся бегом освобождать дорогу. Ждут непростую машину. Я думаю, что чаще всего это в том числе частные, просто под видом какой-то охраны или делают вид. Но с ними должен бороться в данной ситуации Аваков. Но вот само министерство внутренних дел. Кортеж из трех машин заезжает в ворота. В одной из них сам Аваков. Это вопрос морали тех людей, которые сейчас при власти, которые пришли к власти на волне Майдана и должны ли они находиться дальше при власти. Одна за одной в прессе всплывают фотографии чиновничьих кортежей. Вот главы национальной полиции Хатти Дикана Ниндзе, вот главы СНБО Турчинова. Просто какое-то транспортное дежавю. Янукович уехал, а кортежи остались. Олег Решетняк, Ирина Дьяченко, Сергей Ведмитий, Дмитрий Курченко. Подробности недели. Телеканал Интер. И события сегодняшнего дня, к сожалению, вынуждают нас изменить ход эфира. Этот день неожиданно стал рабочим для многих чиновников. И, увы, из-за трагедии. В Киевской области, в нелегальном доме для престарелых. Уже начала работу правительственная комиссия для выяснения всех обстоятельств того, что случилось. Почему вспыхнул этот пожар? Что это вообще был за нелегальный дом престарелых? Учреждение, о котором власти не знали. Наш корреспондент Олег Решетняк расскажет. Он вот сейчас прямо там, на месте событий. Да, Олег, слушаем. Добрый вечер, Дима. Вот сейчас за моей спиной как раз-таки этот самый сгоревший дом престарелых. Все началось около 4 утра. Тогда соседи услышали такой едкий запах на улице. Все они сразу же попытались вызвать пожарных. Ну а до того, как приехали МЧСники, они сами своими силами попытались буквально всем селом попытаться каким-то образом потушить этот пожар. Ну, с этого получилось все очень сложно, потому что пожар очень был сильный. Но в результате инцидента, к сожалению, 17 человек погибли. Помимо того, что там погибли люди преклонного возраста, была и женщина 30 лет. Вот. Это была, эта женщина была сотрудницей этого дома престарелых. Она ухаживала за этими людьми, за клиентами, если можно так сказать, конечно же. Вот. Вот. И вот как раз-таки, когда начался пожар, она ценой собственной жизни попыталась спасти людей, которые находились в середине, которые не могли выйти на улицу, которые были на втором этаже. И вот она даже вытянула троих. И когда четвертого пошла, попыталась вытянуть четвертого, к сожалению, обвалилась крыша, и она оказалась под обломками. Ну, я предлагаю послушать, как послушать, что здесь происходило непосредственно от человека, который был здесь, который живет напротив эпицентра событий. Здесь уже были люди, уже они шуршали. Тут такая сестричка была, она разбудила весь персонал и сама вытягивала людей, тягала-тягала и там задихнулася. Как бы точных причин пока не установлено, причин пожара, но по предварительным данным причиной возгорания стал взрыв телевизора. Вот. Ну, а тем временем уже и полиция дала своему оценку происходящему. Оказывается, это был и вовсе нелегальный какой-то дом престарелых, это был какой-то по документам санаторий. Так вот, предприниматель, который и организовал здесь вот этот дом престарелых, получал по 6 тысяч гривен с каждого человека, которого сюда привозили. И вот предлагаю послушать, что говорят в полиции на этот счет. Проводятся святые действия и в наступное ближнее время мы уже скажем свои версии. Людина затримана, мы его допытываем. Там мы знаем только по тому, что у них были договоры между другими и знаем, что было 4 человека, которые обслуживали данных людей. Данный объект был нелегальный. Служба МНС и национальной полиции не знала про его существование. Так же, как и районная директора администрация, и Киевская областная администрация. Створена предпринимательная комиссия Киевской областной администрации, которая будет отработать вместе с селоинными структурами факты существования подобных закладов на территории области. Таким образом, все учреждения, частные и государственные, которые занимались помощью старикам, будут проверены. Закончим на этом. Вот такой была эта неделя. Такими были эти 7 дней. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что доверяете. И до встречи уже через неделю в следующее воскресенье.